Приветствую вас! Вы знаете, начать мне свой ответ хотелось бы со встречного вопроса. Знаете ли вы, чем занимается психолог? Психологи занимаются тем, что убивают надежду. Убивают надежду, любую надежду на то, что что-то произойдет, что-то появится, что-то изменится, само собой, без вашего на то участия. Следующее, чем занимаются психологи, это показывают, убеждают, что люди не меняются. Другие, по крайней мере, люди не меняются. Меняется, может меняться, только сам человек. А вот другие люди не меняются. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно перестать ждать человека. на мой взгляд, вам нужно перестать ожидать того, что что-то изменит. К примеру. Это второй момент. Дальше. Следующий аспект. У вас есть противоречия. противоречия. Вы говорите, что не циклитесь на нем, ну, что не зацикливаетесь на нем. Но, при этом, вы пишите, что сделать, чтобы вам не ждать его. то есть, вы задаете вопросов. Как мне быть, да, что мне делать, чтобы его не ждать. Чтобы не ждать. человека. Вот. Ну, на самом деле. Ага. Есть. некие причины. Есть есть некие причины. По которым вы ждете человека. по которым вы надеетесь. Есть некие причины для эмоциональной привязанности. Который, кстати говоря, быть не должно. в здоровых отношениях в здоровых отношениях привязанность скорее негатив. Потому что делает человека не свободным. Есть причины, почему вы позволили, к примеру, мужчине иметь к вам доступ, пусть и в режиме онлайн. Вот. Недовременно доступа у него ребенок. Это позволяет к примеру, мне говорить обм сделалась занизенная самооценка. Средственно, давайте у вас занизенная самооценка. Если то именно с ней и нужно работать с занизенной самооценкой. с информацией с Так что тут так. Теперь давайте поисследуем. Мой знакомый имеет большой кредит моего доверия, так как сначала были ухаживания и поступки, а теперь только обещали. но обратите внимание аноним, как у вас все неопределенно звучит в тексте. Мой знакомый, но я его уважаю и люблю, мужчина значит указывал за вами и завершал поступки, но при этом у него была семья. была и остается семья. Вот. Понимаете? Какая история. То есть здесь, 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 здесь есть противоречия. И противоречия эти, к сожалению, достаточно серьезные. сказывает ощущение, что вы не можете определить свое место в жизни этого человека и и его место в вашей жизни. Вот. Понимаете? какая история. Дальше. Теперь только обещание. Ну, если теперь у мужчины только обещание, то я полагаю он подверг вам интерес? по крайней мере настолько, чтобы делать какие-то поступки. Понимаете? То есть его отношение к вам изменилось. Дальше. Мысленно и эмоционально я к нему стремлюсь. Зачем? В основном, он свои обещания не исполняет. Общаемся постоянно онлайн. Значит, ему нельзя верить оба интроверта. Вы знаете, странно. Странно видеть интроверта, который очень деятельный, руководитель, бизнес сам строит. В руках с руки, в принципе, энтузиазм. Получается, я интроверт. Интроверт, это все-таки человек, который больше ориентирован на себя. Вот. Может быть, его интровертизм как-то проявляется, его интроверсия проявляется как-то по-другому. Но тот, что вы описали, не характеризует его как интроверта. Спит по 4 часа в сутки, максимум. Мне нравится, что он очень деятельный. Почему? Помогает мне, когда прошу девочка встречает, отвезти в аэропорт, в отпуск. Понимает меня, эмоционально привязанным. Вы знаете, вот так как, рубите, прям рубите фразы. Понимает меня, эмоционально привязанный. Такое ощущение, что это вам нужно, что он вам нужен, вам нужна его деятельность, вам нужна его помощь, вам нужно то, что он вас понимает. это все, это все то, в чем нужна здесь, Именно в этом и заключается эмоциональная привязанность. Редко видимся, знакомый полтора года, мне 38, мне 31, сейчас он продолжил встречу, и покупку мне билетов за средний город, снэн, часов в дороге, он тоже планирует туда приехать. Печетивый. Казалось бы, все в порядке. Как одет, чтобы встреча была, на постоянные, постоянные, мнимые или нет причины, их срывают. Как мне не сдать силу, определить свои потребности и самостоятельно эти потребности реализовывать, а также смотреть на препятствия, которые не позволяют вам это делать. Это же все повторялось. Что именно? Он женат, это главный минус, который я не могу принять. Нет, 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 на самом деле, вы принимаете этот минус, потому что вы находитесь с человеком в отношениях. сам из того не веря, а вы, возможно, уже находитесь в треугольнике Карпмана. Вот. И если вы находитесь уже в треугольнике Карпмана, то вы находитесь в позиции жертвы. Вот. То есть сейчас вы находитесь в позиции жертвы. Когда от вас ничего не зависит, когда вы находитесь в зависимой для себя позиции. Понимаете? Какая история. Дальше. Познакомились, когда он не жил в семье, но оказалась что жена беременна. И если он не жил в семье, но у него была семья, если у него жена оказалась беременна, значит, он с ней спал, а значит, как бы там ни было, вы оказались не настолько для него значимой, чтобы родиваться, бросил семью. Более того, это и хорошо, что он не бросил семью родиваться. Это и хорошо, что он не ушел из семьи, потому что если бы он хотел уйти из семьи, он бы ушел из нее просто так. А он этого не сделал. Плюс еще спал женой. Это значит, что мы для него источник того, чего ему не хватает в его собственной семье. Он и старается не встречаться, так как в моральной принципе моральные устои у него есть. Но там всего слов нет ничего, кроме детей, дома почти не бывает, работает сутками на износ. Это не просто слова. Может быть, может быть, аноним это и не просто слова, но пока-то все выглядит так, что вы пытаетесь себя построить обман, вы пытаетесь выстроить обман, вы пытаетесь выстроить иллюзию, что у вас есть надежда. На самом деле, именно надежда вам мешает перестать его ждать. Потому что, потому что так или иначе, какими бы словами его, какими бы слова его не были, он находится там со своей женой и со своим ребенком. И если ничего кроме детей нет, но он считает, что ради детей можно жертвовать собой. Скажите, это адекватный человек, который считает, что ради детей можно жертвовать атмосферой в семье, можно мучить другого человека. Кстати, мать его ребенку. Не давать ей и себе жить дальше, если ничего нет кроме. Это такой момент. Другой момент, если там действительно нет ничего кроме детей, то почему же он тогда не встречается с вами. и ведь фактически если ничего кроме детей нет, он мог бы сказать об этом своей жене, о том, что их ничего не связывает, кроме детей, и сказать, что живет просто ради детей. Но он этого не говорит. Он этого не говорит. Посмотрите, вас использует она ним. И весь вопрос в том, по какой причине, ради чего, во имя чего вы это позволяете делать. Вот. У меня наше общение не делает счастливой. Правильно, потому что вы сами по себе несчастливы. Знакомьтесь с другими, но возвращаюсь к нему. Знакомьтесь с другими для того, чтобы удовлетворить опять же свои потребности и решить какие-то свои личные проблемы. К примеру, страх. Страх близости. Вот страх одиночества. Допустим, от людей проблемы. Вы не свободны в своем поведении, и потому отношения с людьми у вас не получается. Но помочь вам в этом можно. Для этого необходимо провести анализ вашей жизни, выявить проблемы, их решить, и что у вас будет в порядке. А что дальше вы будете делать, это уже решать вам. Уважаю и люблю. что уважаете, верю, а что любите, сомневаюсь. Ну, потому что, то есть, вы описываете, и предполагаемые ваши проблемы, они ставят под сомнение. Это так, что вы любите, что у вас есть ресурсы для того, для того, чтобы любить. Вот. Вы пишите, что наше общение не делает меня счастливой, и не должно. но, если бы вы любили, вы бы, вы бы, его, своим общением, с ним, делали бы счастливым, а не ждали от него, что он вас сделает счастливой в результате общения. Ну, и, полагаю, если бы у вас было все хорошо с самооценкой, вы бы никогда не позволили себе взаимодействовать с женатым мужчиной. Не живешь в семье? Хорошо. Разводись. Свидетельство о разводе мне предоставь, и в ночном отношении. И то не сразу. А так, либо вы очень спешите, то есть заинтересованы, то есть за мотивированы, либо у вас все-таки проблемы с самооценкой. Мотивироваться, кстати, тоже нужно раскрывать. Что это такое, с чем она связана, и так далее. Вот. Вот, в принципе, такая история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Что-то мне подсказывает, что ваш вопрос, он про другое. Не пряду, как не ждать его. Я желаю вам всего самого доброго, и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!